А сейчас перенесемся в старинную усадьбу рода Дуниных-Раецких, памятник архитектуры 19 века в Карелическом районе. В советское время в имении размещалась поликлиника, затем период бесхозности, а 10 лет назад дом выкупила семья минских художников и занялась восстановлением. Как возрождается древняя усадьба, увидела Елена Бормотова. Памятник архитектуры 19 века охраняется государством. Табличка как напоминание о прошлом. Усадебный дом из списка историко-культурных ценностей был исключен в 2007-м. К тому моменту уже несколько лет старинная усадьба была бесхозной. Семья художников-солдатовых выкупила ее на аукционе за одну базовую. В то время это было примерно 10 долларов. У нас в республике есть такие возможности создавать дом-музей в историческом месте и иметь эту частную собственность. Дом с историей. Классический образец с колоннами и верандой. В разное время им владели представители различных родов и фамилий. В одно время частым гостем здесь был Адам Мицкевич, который навещал свою возлюбленную Марылю Верещака. Дом принадлежал ее брату Юзефу. Через определенный промежуток времени хозяином имения уже был внук Марыли граф Путкамер. А в советское время здесь размещалась поликлиника. Впервые имение Дунины Храецких упоминается в литовских метриках в начале 16 века. Тогда она занимала 200 гектаров. Сегодня, понятно, территория значительно меньше. В собственности современных владельцев усадебный дом и старинный парк. Историю имения новые хозяева восстанавливали по архивным документам. Для этого приходилось выезжать и в Краков, и в Варшаву. Исследовательская работа шла параллельно с восстановлением дома. Главная задача для Солдатовых – создание музея соломки, единственного в Беларуси. Он, правда, официально не зарегистрирован. Под домашнюю музейную экспозицию отдали один из залов. Хозяйка – мастер соломоплетения. Ее работа находится в музеях Великобритании, США и России. Зимой плету солому на заказы, а летом ремонтом занимаемся, огородами, парком. Потому что мы богатые. Вокруг у нас деревья, которые дают очень много листвы. Мы соблюдаем здесь экосистему. Листья собираем, складируем, перегнивают и перегнуем, носим опять в почву. Не сжжем листья. Восстанавливать дом практически в одиночку невозможно, хоть и прошло уже 10 лет. Главное, что удалось – остановить его разрушение. Солдатовые избегают всякого новодела, восстанавливают и паркеты, и оконные рамы. Одно крыло – жилое. Там хозяйские комнаты. Есть и большая мастерская для владельца, художника, иконописца. В доме, если только ремонтом заниматься, то, в общем-то, в конце концов, возникает вопрос, а кто я тогда? Этот самый штукатурмаляр или кочегар, или в конце концов, что-то такое, основа какая-то оставаться должна. Для поддержания этой основы. Пытаюсь и живописью заниматься, иконой. Икона – это как основа такая, понимаете, духовная. Сегодня мастер создает врата для местного храма и пишет иконы, которые также появятся в церкви. Солдатовые думают об открытии еще одной домашней экспозиции, где будет представлена иконопись, и живопись. Елена Бурматова, Виталий Дешкевич, агентство теленовостей.